Ирина Владимировна, мы уже вас снимаем, что вы тут делаете? Мы что, уже снимаем что ли? Ну вы вообще не дадите зарядиться космической энергией. Хоть фигнёй заниматься. Какая фигня, это всё очень серьёзно. Всем привет! Сегодня мы снимаем видео 15 февраля 2020 года. 12 февраля исполнился год после операции протезирования коленного сустава у меня. Даже не верится, что прилетело так быстро это время. Сегодня мы выехали на прогулку. Мои дети завезли меня в дремучий лес. Надеюсь, что они меня тут не оставят, а привезут назад домой. Но хочу немножечко рассказать, как у меня продвинулись дела за этот год. Обобщить немножечко. Ну что сказать, приближается весна и началось весеннее обострение моих болезней хронических. Это хронический псориатический артрит. Болят все суставы фактически и маленькие, и большие. Особенно ночью у меня болит плечевой сустав. Протез ведет себя более-менее нормально, хотя хотелось бы немножко лучше. Ну вот сделаю в марте рентген и записалась на 20 марта к своему хирургу. Что он мне скажет, какой вердикт вынесет. Позавчера была на приеме у профтерапевта. Мне нужно было получить допуск к работе профессиональной. У нас существуют каждые три года обязательные медицинские осмотры, как профилактика профзаболеваний. Ну и к моему огорчению, когда мы приехали в поликлинику, лифт отключили в 7 часов вечера. Почему-то решили, что в крутой клинике лифт в 7 часов вечера не нужен. Хотя приемы врачи ведут там до 9 вечера. И таким образом пришлось подниматься пешком сначала на второй этаж, а потом к профтерапевту на четвертый этаж, без всякого лифта, без всяких палок, по лестнице. Причем здание старое, и каждый этаж это два пролета. И когда я таким образом преодолела этот Эверест и пришла к доктору, она посмотрела мою карточку там в отношении всех моих болезней хронических. Я ей говорю, говорит, доктор, я думаю, что если я смогла подняться без лифта на четвертый этаж в моем положении, то допуск можно ставить не глядя, с закрытыми глазами. На что она согласилась, сказала, что не всем это возможно провести такое. Короче, допуск я получила. Ну, что у меня осталось? Остались, вот сейчас, видимо, идет весеннее обострение хронических заболеваний. Ну, мой артрит, вот он обострился. Болят все мелкие суставы и большие. Но, что странно, левая нога, которая не была оперирована, она стала меньше меня беспокоить. Ну, в связи с тем, что я работаю, все-таки напряжение большое, было очень много работы по крайнюю неделю, поэтому иногда приходится пить деклофенак в такой поддерживающей дозе 75 миллиграмм. Ну, скажем там, раз в неделю. На крайнем видео, вот предыдущем, которое мы снимали с Сашей, мне кажется, пересматривая его, я так почувствовала, что я там несколько такая, видно, что уставшая, и что-то меня беспокоит. Беспокоило, конечно, потому что накануне было очень много работы, я очень устала. И это, конечно, отражается в моем тексте и в моем введении этого видео. Но сейчас ничего, вот сегодня как-то выспалось более-менее неплохо, и поэтому спокойно так поехали в лесочек отдохнуть. Они тут залезли на вышку смотровую наверх. Я, конечно, не рискнула, я боюсь высоты. Вот. Ну и вот продолжаем. Вот посмотрите сейчас эту вышку 112 метров. Вот. Продолжаю все то же самое. Опять возобновила свои упражнения кое-какие, да, или гимнастику. Так как сустав, ну, двигается, в общем-то, для него лучше, когда делаются какие-то хотя бы минимальные упражнения, для того, чтобы не застаивался. Вот. Отек ноги меньше. Работаю я все-таки в ортезе. В ортезе мне легче. С ортезом мы еще сделаем видео, я покажу, как он выглядит. Это еще впереди. Сегодня такое обобщающее видео. Что вы там все время жалуетесь на свое плечо? Плечо. У меня очень болит плечо. Плечевой сустав отдает и в локоть, и ночью я от этого просыпаюсь. Ну, это вот артрит, видимо, этот артроз, артрит псориатический дает о себе знать по весне. В апреле иду к ревматологу сдаваться, так сказать, пусть назначает лечение, которое я сама себе отменила на момент операции, так как там тоже хватало всяких медикаментов на время операции. После операции там эти шли медикаменты сосудистые и противотромботические. Ну, а сейчас надо будет ее посетить, посмотреть, как и что, как мои дела, и я потом все это вам обязательно, конечно, доложу. Вот. Ну, а что у вас, я хотел спросить, вот там одна женщина написала, что ей сразу две ноги прооперировали. Ну, может быть, с интервалом каким-то, ну, значит, может быть, были какие-то особые показания для этого, потому что, в принципе, насколько я знаю, одновременно оба сустава не оперируют. С интервалом год, да, или хотя бы полгода, но одномоментно, мне кажется, не оперируют. Ну, только в исключительных случаях, может быть, я же не хирург, я не могу дать такое окончательное осуждение, вот, по этому поводу. Ладно, сколько вы сейчас ходите в день примерно? Ну, и четыре тысячи шагов бывает, и три тысячи на работе. Если дома, когда очень устаю, если на работе выматываюсь, тогда, конечно, ленюсь и не иду гулять. Хотя сейчас вот наступает весна, думаю, что возобновить свои постоянные прогулки, потому что, ну, устаешь или погода плохая, и сейчас вот начали болеть суставы, как-то не тянет. А вообще воздуха не хватает, потому что работа в аптеке, сами понимаете, среди лекарств, медикаментов, пищевых добавок и косметики, живого воздуха не хватает. Вот, поэтому буду продолжать. Вот, ну, на этом пока все. Я вам доложилась, прошел год. Кое-что уже забылось, плохое забывается быстро. Хорошая помница. Ну, живем, все-таки двигаюсь и чувствую себя более-менее нормально. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!